Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать ко мне в гости на канал. И тема видео такая сегодня несколько грустная, но, наверное, совершенно несложно было догадаться из названия этого видео. Почему я решила записать это видео? Ну, во-первых, мой канал — это мой канал, и мне хотелось бы делиться и рассказывать с вами тем, что происходит у меня в жизни. И, возможно, сможешь ответить на некоторые вопросы, которые тут у меня возникли по ходу записи этого видео и по поводу того, что случилось несколько дней назад. Итак, ровно год назад, ну, может быть, чуть больше, чем год назад, там, с небольшими копейками, я совершенно случайно, благодаря своему другу, пошла в магазин и купила рыбу. Да, мне безумно захотелось, потому что у меня никогда не было рыбок, и только моя мама в детстве их держала и говорила то, что рыбок может содержать только тот человек, у которого либо очень много времени, либо есть такая кропотливость, потому что рыбки — это не просто, там, котик, да, который кормишь, которым ты, там, убираешь молоток рыбы. Это поддерживать аквариум в чистоте, чтобы вода фильтровалась, чтобы все было ок. То есть это постоянно нужно следить, прям вот, и очень тщательно, потому что рыбы, в принципе, как домашние животные, очень, так скажем, капризные. Но у меня любопытство взяло вверх, и год назад, придя в зоомагазин, мне очень захотелось купить эту рыбу. Рыба — это сиамский петушок, и она очень красивая, их бывает два вида, бывают большие, бывают маленькие. У меня она была такая, знаете, ну, не большой петушок был, а именно маленький. Сначала она у меня жила в банке, а потом я уже купила аквариум, а потом мне захотело, чтобы в этом аквариуме помимо петуха плавали еще рыбы, и я, соответственно, купила еще рыб, но перед этим там все было по фэншую сделано, то есть грунт, украшения, водоросли, то есть все как и должно быть у начинающего аквариумиста. Потом я поехала и купила рыбу гурами, они очень мне показали, что они прикольные, они неприхотливые, они также лабиринтовые рыбки, которые, в принципе, могут жить без фильтрации, но я считаю, что это дико, на самом деле, содержать рыбу без фильтра, это все равно мучение, и... Ну, как-то, знаете, ну, если ты убираешься дома, то я считаю, что и аквариум тоже должен быть чистый, поэтому я купила фильтр. Потом эти гурами у меня начали неистово разводиться, и это была просто какая-то жесть, то есть все лето у меня был неист, и рыбы прям так плодились, это как вот, я не знаю, с чем сравнение привести, но, наверное, как с тем, что, ну, как таракан размножается, что ли, как просто в геометрической прогрессии. И, соответственно, их стало очень много, но те, которые выжили, те, которые выросли у меня из маленьких майков, я их оставила, и, соответственно, они все плавают у меня в одном общем аквариуме. Но за весь год содержания рыб у меня произошла очень странная история. Одна из моих рыб просто пропала, как будто без вести исчезла. Изначально я подумала, что, возможно, она решила покончить с самоубийством, выпрыгнуть через аквариум, такое тоже бывает, и так как у меня живет кот, я подумала, что, скорее всего, кот решил с ней поиграть в этот момент, ну, и так, узнать лапы, так, погонял, 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 возможно. Именно поэтому я решила провести уборку и посмотреть, может быть, куда-нибудь действительно кот загнал эту рыбу. Так как у меня кот не любит есть рыбу, и такие деликатесы для него просто, ну, не нужны, ну, такой у меня вот, он такой человек, понимаете, но не любит рыбу. Это один из таких мифов, просто развенчивая, что все кошки едят рыбу, нет, не так. То есть он бы ее не съел, но поиграть он бы с ней поиграл, и, скорее всего, в какой-нибудь из своих норок, так скажем, или тайников он бы ее засунул, скорее всего. Я так подумала, я сделала всю уборку. Я перевернула весь дом кверху, рыбу так не нашла. Потом я подумала, что, скорее всего, если дело не в уборке, то, скорее всего, рыба где-то, она умерла, и она, скорее всего, лежит в аквариуме под грунтом. Я начала чистить весь аквариум, и, соответственно, я все это вытаскивала, заново его перезапускала, то есть это полное веселье, полный трэш. Как итог, рыбы нет. То есть она просто испарилась без вести, ее вообще нет. Куда она пропала, я даже без понятия. И, в общем, поиски рыбы заняли где-то, наверное, порядка недели, рыбу я так и не нашла. И сейчас, и, то есть, у меня даже в голове не было в мысли, что они могут друг друга съесть, потому что, как бы, ну, каннибализм среди рыб, конечно, развит, но у меня они не такие злые, не такие хищники, чтобы поедать друг друга. И вот, буквально неделю назад, я просто ранее не стала об этом записывать видео, потому что, ну, как-то, знаете, мне очень грустно, на самом деле, на эту тему говорить. У меня умер петух, тот самый петух, самый мой первый рыбех, которого я притащила из зоомагазина, из которого у меня, в принципе, началась любовь к рыбам. И мне стало настолько грустно, настолько обидно, что я, вот представьте, вот прохожу мимо аквариума, вижу, что рыбе плохо, и думаю, так, сейчас, минут через 10 я ее уберу. Собираюсь морально силами, чтобы убрать, подхожу к аквариуму и понимаю, что половины рыбы нет. У меня внутри все просто перевернулось, и мне стало настолько плохо, я когда это увидела, у меня такое ощущение, что вот тошнота, например, подходит, вот так вот прям подходит, потому что я никогда такого зря еще не видела, чтобы половина рыбы оно было, а половина нет. И половинки были обгрызаны, представляете? Петух, я сразу скажу, петух у меня умер из-за того, что он уже был стареньким, потому что, когда я брала в зоомагазине, меня предупредили, что ему там, как бы, ну не два месяца, не три, он гораздо старше, и, в принципе, у него, ну, нормальные условия для жизни были. Они всегда хорошо питались, они всегда хорошо ели, но вот это вот и уже месяц где-то, начиная с февраля, я стала замечать, что он стал таким уже вялым, он уже не так гонял остальных рыб, то есть, ну, видно, что старенькая рыбка, как бы, вот, но... Как они задрались с этим ремонтом, это просто ужасно на самом деле. Стало тихо сразу. Ну, ситуация такая, я поняла, что вот эти вот гурани, которые я покупала отдельно, и которые у меня размошились в диком количестве, они его съели. Я не могла подойти к аквариуму, наверное, дня 3-4, потому что от этой мысли мне было настолько неприятно, что мне кажется, что все завтраки проглощены за последнюю неделю, они у меня застряли вот здесь вот, и, фу, вот реально, как вспомню, да, правда. И, знаете, я очень сильно переживаю любую потерю своих животных, для меня это прям, ну, как-то очень сильно трогает. Я не понимаю профессионалов, тех, кто развалит рыб, они, знаете, как они говорят там, типа, ну, вот рыбка у меня умерла, да, ну, как бы, ну, бывает, да. Ну, просто когда их вот так вот холишь-релеешь, и они у тебя все одни здесь плавают, и ты, ну, не знаю, их не так много, но как-то мне очень грустно, и, не знаю, я прям как-то очень близко к сердцу, скорее всего, принимаю такое. Вот, и поэтому я для себя решила, что я больше, наверное, не буду заводить рыб. Это очень тяжело смотреть, когда они умирают, реально очень тяжело. И так как в последнее время у меня умерло уже две рыбы, знаете, что-то как-то прям... Я не говорю, что я плохо ухожу, нет, ну, вот мама моя говорит, что, ну, это нормально, то есть. Тем более у меня погибли вот эти вот полмальки уже, которым сейчас уже 6 месяцев, то есть такой подростковый период у них. То есть мама моя говорит то, что они так погибают, как бы это нормально, но знаете что, ребята, я так не могу, на самом деле. Ну, вот как-то мне очень жалко животных, и когда кто-то там болеет из них, там, или вот как у кота с глазом, там проблемы, там, или еще что-то такое, вот оно как-то, знаете, прям очень тяжко переносится, на самом деле. И я очень люблю рыб, просто безумно люблю рыб, но смотреть, как они умирают, вот мне, честно говоря, не хочется. Не знаю, как я поменяю свое мнение, там, через полгода, там, через год, еще как-нибудь, но как-то мне очень, не знаю, как-то, как-то вот так. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы, может быть, как вот я когда выставляла видео с щеглом, мне написала потом девушка, объяснила, как нужно было с птицей себя вести, да, то есть она мне написала ВКонтакте, посмотрела мое видео и написала мне ВКонтакте, то есть как нужно себя вести, когда ты ловишь птицу именно на улице и именно птенца. И может быть, я очень надеюсь, что кто-нибудь мне из профессионалов напишет, неважно где, в комментариях, ВКонтакте, напишет такой момент, нормально ли это, что рыбы съедают мертвых рыб. Потому что мне кажется, что та рыба, которая у меня пропала без вести, она была съедена именно таким же образом. Я просто не очень понимаю животный каннибализм, да, когда сами себя жрут, но все-таки мне хотелось бы понять специфику рыб, бывает ли такое, нормально ли это, потому что я когда... фу, я как вспомню опять, когда я начала убирать вот это вот все, понимаете, оно вот эти вот кровь, кишки и грязные танцы, все это вот как бы в аквариуме было, поэтому... В общем, я не могу сказать, что я такой впечатлительный человек, и такие вещи как бы заставляют меня там как-то, не знаю, как-то прям... Не то, что это все ночами снится в страшных снах, но и... Но просто доказательство животных, и поэтому я такое не очень люблю, прям. На этом видео подошло к концу. Я вас всех очень люблю, всегда ваш огромный Наташа, и встретимся уже очень-очень скоро. Обязательно подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы ничего не пропустить, потому что я стараюсь все-таки сейчас же чаще выпускать видео, и мне это интересно, у меня есть что-то рассказывать вам, и сейчас еще влоги пойдут, само собой. Вот, так что ставь на колокольчик, подписывайся, я вас всех очень люблю. Всегда ваш огромный Наташа, и пока-пока!